Всем привет! С вами Катя Фармацевт и сегодня у нас отзыв-интервью с сотрудником аптечной сети Апрель. Сразу вам хочу сказать, что это всего лишь опыт и мнение человека, который там работал. Если вдруг это мнение не совпадает с вашими и условиями вашими, в которыми вы работаете, не нужно писать, что этот человек врет. Также отзывы на аптечную сеть Апрель вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Я оставлю вам ссылку на мой телеграм-канал в описании к этому видео. И вы можете подписаться на мой инстаграм. Пишите ваши комментарии под видео по поводу этого выпуска. Вообще понравилось, вам не понравилось. И пишите, на какую аптечную сеть мы снимаем следующее видео. И не забудьте поставить лайк, ну и, конечно же, подписаться. Так, сегодня мы снимаем интервью про аптечную сеть Апрель. И первый вопрос у меня к тебе. Сколько по времени ты работала в этой сети? Полтора года стаж у меня в этой сети конкретно. А вообще, стаж у тебя какой? С 2010 года, 11 лет. Следующий вопрос. Как проходило собеседование? Был ли детектор лжи или психологический тест? Ну, вообще нет. Получается, туда приходишь. Приходишь, вернее, как на аптеку, ближайшую, скажем так, в своем регионе. По идее, туда должен приехать супервайзер. Или просто по телефону, соответственно, с тобой просто разговаривает супервайзер. Заполняешь анкету стандартную. Никаких вопросов уточняющих там нет. Ну, спрашивают, есть ли сертификат. То есть, можешь ли ты работать. Какое у тебя образование. Хотя сейчас тоже берут уже консультантами, тех, кто не доучился. Но берут именно, как положено, то есть, там, студентов третьего курса, то есть, вот так вот, со справкой. Вот. Заполняешь просто анкету и, собственно, оформляют практически сразу. Но предлагают две недели, как бы, походить на стажировку, посмотреть вообще, поучиться, как, что в аптеке. И потом уже официально оформляют. Никаких детекторов лжи там нет вообще, собственно. Никаких бесед по приказам, по просьбам нет. Их больше волнует, что ты, как бы, умеешь продавать то, что им нужно. То есть, получается, психологических тестов тоже никаких нет? Нет. Нет, ничего такого нет. А, получается, когда ты приходишь уже в конкретную аптеку работать, там заведующие беседуют с тобой, спрашивают хоть что-то там. Знаешь ты фармакологические группы, приказы. Или вообще это никого не интересует. Выходи, работай и в путь. Да, это вообще мало кого интересует. То есть, если что-то от тебя будет нужно, ну, как скажем, научат на местах, а так, фактически, там даже всё по алфавиту лежит. То есть, не по фармгруппам. Ну, единственное, там наружные внутренние бады, не бады. Да, отдельно друг от друга, за этим следят. А так, никого не волнует, фактически нет. Абсолютно с нулевым багажом, на них берут. Берут всех подряд. Вот, кстати, про препараты, которые разложены по алфавиту. Правильно я сейчас из твоих слов понимаю, что это действительно так, это правда. В большинстве аптек, да. То есть, это зависит от коллектива. Всё-таки есть такие аптеки, где коллектив удобнее по фармгруппам хранить. Никто не запрещает хранить по фармгруппам. Но в 99% аптек лежат препараты по алфавиту. Так удобнее для тех, кто не понимает вообще в препаратах ничего. То есть, они просто ищут по буквам. Ну вот это удобно для тех, кто не понимает. А тебе, как человеку с таким огромным опытом работы, это было удобно? Если честно, удобно. Потому что программа, в любом случае, там очень хорошая программа. По крайней мере, по сравнению с аптеками, в которых я до этого работала, программа очень доступна. И все замены синонимические, они выходят в программе. Поэтому, если вдруг препарат конкретного нет в наличии, ты всегда можешь предложить человеку замену по синониму. Ну а вот не складывалось такое ощущение, что при такой раскладке ты как бы забываешь фармгруппу? Нет, нет. То есть, с этим все в порядке было? Да, да. Ну и получается, что человек, который только пришел после колледжа или после института, он по алфавитному порядку все это изучает. И получается, что ему особо фармгруппы и не нужны. Ну, фактически так, да. Ну, то есть, это уже на самом деле просто нарабатывается со временем. Плюс в программе, опять же, заложено описание каждого препарата. Можно нажать на кнопку, и там выходит полная инструкция. Если как бы есть желание, то научиться можно по программе. Так, все, здесь все понятненько. Следующий вопрос. Кто занимается приемкой товара? То есть, есть какой-то человек, который принимает товар, либо этим занимаются заведующие или первостольники? Ну, смотри, получается так, что в аптеках, где большой товароборот от 4 миллионов, есть вакансия разборщика. То есть, есть специальная женщина, девушка, ну, сотрудник, скажем так, кто принимает товар. Вот. Этот человек, как правило, работает пятидневкой. То есть, выходные все равно товар принимают первостольники. Заведующие не принимают товар вообще. Но, как бы, если аптека дает меньше 4 миллионов, то первый стол фармацевт принимает товар. Заведующая не принимает в таких аптеках товар? Нет. Нет, заведующая не принимает. Заведующая, она у них освобожденная? Она, то есть, занимается только делами заведования? Или она еще за первым столом стоит? Просто практически везде в сети у заведующей по 3-4 аптеки. Соответственно, она занимается только делами заведующей, заявками, фармпорядком, то есть, ну, возвратами, то есть, вот такими вот делами. И если, ну, как бы, есть необходимость, то она стоит за кассой во время отсутствия первостольника. Ну, то есть, на больничный кто-то ушел или в отпуск. Получается, что все равно тяжеловато, да, первостольникам? Потому что у них нет, как бы, заведующей, которая вот конкретно на их аптеке работает, которая была на работе, там, как бы, больше времени, и все на их плечи, как бы, ложится. Да, очень тяжело в этом плане. То есть, у меня, допустим, на аптеке была заведующая, ну, она прям очень хорошая. То есть, она приходила в выходные в проходные, у нее 3 аптеки она ведет. И, как бы, нам еще и то тяжело, потому что, ну, чисто физически она не может успеть, там, в 3 места одновременно, требует, там, офис, какие-то дела. Очень много делегировано на первый стол тех обязанностей, которые мы вообще делать не должны. То есть, это фактически обязанности заведующих. То есть, создать претензию, допустим, на возврат интернет-заказа или что-то подобное, ну, помимо отпуска, ты должна еще заниматься вот такими делами. И то, это я могу сказать, в наших аптеках, это прям по минимуму. В остальных аптеках очень много, что делегировано на первостольников. Вот. Все понятненько. Так, дальше, следующий вопрос. Сколько часов длится смена? И есть ли перерыв на обед? Смена длится... Ну, вот, когда я устраивалась на работу, было 12 часов смена. Сейчас прибавили час. И как бы идут разговоры о том, что будут еще час прибавлять. То есть, сейчас смена длится. Но смена длится все равно 12 часов. По крайней мере, в тех аптеках, в которых работает больше одного первостольника, просто один человек приходит на час позже, другой, соответственно, уходит на час раньше. Продолжительность рабочего дня так и составляет 12 часов. По табелю табелируется 11. Но обеда нет. То есть, ну, будем так говорить. Если ты хочешь, ты можешь пойти спокойно поесть если ты вдвоем с человеком в аптеке. Но, скажем так, это не в твоих интересах. Ты можешь потерять зарплату. То есть, получается, работаешь ты 12 часов, табелируют 11 и платят за 11. Да. Но обеда нет. Если ты работаешь один, ты не можешь закрыть аптеку на обед на час и пойти пообедать. 15 минут разрешено закрыть аптеку. И то это, скажем, такая устная договоренность. Ну, то есть, просто не было прецедентов. Мы никто не знаем, как поведет себя офис, если человек придет, аптека закрыта, и кто-то пожалуется. Вообще 15 минут разрешают то, чтобы покушать, собрать инкассацию. Ну, то есть, вот такие моменты. А как работают круглосуточные аптеки? Ты не в курсе? Честно говоря, я не знаю, потому что в нашем регионе нет круглосуточных аптек. Отправляют ли принудителя на подработки в другие аптеки? Ну, как сказать? Ну, я бы не сказала, что совсем принудительный. То есть, если ты совсем-совсем вообще никак не можешь, тебя, конечно, никто не заставит. Но очень часто реально бывает ситуация, когда ты работаешь три на один, не только в других аптеках, и в своей аптеке. Острая нехватка кадров. И сейчас у компании стоит глобальная цель открыть 3000 аптек. Соответственно, аптеки открывают абсолютно без персонала. То есть, работать некому в аптеках. Поэтому дергают людей абсолютно с разных аптек. То есть, сегодня в аптеке работает один человек, завтра работает другой человек. Просто перекрывают отсутствие вообще людей. Поэтому, ну вот, ну, скажем так, половину времени из всего стажа, скорее всего, я работала три на один, просто, потому что либо аптека будет закрыта, нет другой возможности. Просят, уговаривают, умоляют, скажем. Но это невыгодно финансово, сразу могу сказать. Если еще на другую аптеку ты идешь подрабатывать, там еще более-менее можно заработать. На своей аптеке подрабатывать невыгодно. То есть, получается, подработки оплачиваются больше, чем смена в своей аптеке? Нет, там немножко не так. Так, скажем так, оплачиваются одинаково, но когда ты подрабатываешь на другой аптеке, как бы сказать, в общем, идет строчка, которая считает тебе зарплату. По твоей аптеке и по другой аптеке идет разный план, соответственно, на день. То есть, тебе нужно там один день выполнить этот план, и ты заработаешь там премию получишь, там какую-то зарплату хорошую получишь за эту подработку. А если эта подработка идет на твоей аптеке, то этот план просто увеличивается, твой план ежемесячный, он увеличивается на эти дни, которые ты подрабатываешь в своей аптеке, и, соответственно, его труднее сделать. И получается, график работы, он вот какой? 3-1, так работают все? Нет, нет. Вообще график работы 2 на 2, но просто кто-то заболел, ты выходишь 3 на 1, кто-то ушел в отпуск, ты выходишь 3 на 1. Оставляют по одной работать только летом, не сезон, когда, и то это очень тяжело, потому что поток большой, если аптека как бы хорошая в плане проходимости, тяжело, поэтому... Но дело в том, что работаешь ты 3 на 1, или ты работаешь, например, 2 на 2, но одна, практически одинаково идет зарплата, поэтому сотрудники очень неохотно соглашаются вот на это 3 на 1, то есть нет смысла. 3 на 1 по 12, да, часов смена длится? Да, 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 по 12 часов. Так, какие условия были в самой аптеке? Есть ли кухня, место для отдыха сотрудников, микроволновка, чайник, туалет, то есть, ну вот, какие условия? Ну, у нас небольшая по площади аптека, ну, получается, у нас небольшая материальная, скажем так. Есть отдельно закуток, будем так говорить, для переодевания. Кухня, ну, тоже можно, так сказать, есть, то есть есть холодильник, чайник, микроволновка, стол. Ну, это все маленькое такое по площади, но, в принципе, там 2 человека могут запросто пообедать, при коллективе там 4, 5, 6 человек, этого достаточно. Туалет есть, все как бы нормально. А выделяются ли, вот, например, там, да, средства для мытья посуды, губки, тряпки, что-то такое есть? Ну, вот раньше, получается, выделяли определенную сумму, и заведующая сама закупала, и, ну, там, делала расходник на эти деньги. Сейчас присылают офис, но вообще, да, присылают, все это как бы без проблем. Хорошо, понятно. Так, следующий вопрос. Есть ли камеры, видео, аудио, прослушка? Камеры есть. Аудио, прослушка, если и есть, то она только в камерах, то есть, допустим, у нас колонок нету на компьютере, мы звук свой услышать не можем. Слышат ли у нас офис, я, честно, даже не могу сказать, но я так думаю, что служба безопасности слышит звук с камеры. Отдельной прослушки нет на кассах. А камера, есть камера, которая стоит прямо над кассой, чтобы вот видеть? Да, камеры стоят прямо над кассами, обе камеры, ну, две кассы, две камеры, получается, у кого три кассы, соответственно, три камеры, и над входом стоит еще камера в аптеку. Но я не могу сказать, что там какая-то цель, скажем так, посмотреть, что делает первостольник, все-таки больше это на защиту от краш направлено, единственное, да, мы можем по камерам отследить, если человек, ну, забыл вбить какой-то препарат в те, кто там видно. В материальной, в комнате для сотрудников? Нигде больше нет. Нет, только торговый зал. А вот по поводу, получается, трех тысяч аптек, ты мне сказала, что у них план открыть. Я просто слышала такой слух, что они это делают для того, чтобы завод, получается, по меньшей цене, как поставлял, получается, им препараты. То есть ты слышала что-то такое? Вообще, да какая у них цель, три тысячи аптек открыть? Не знаю. Это идет от офиса, это идет из Краснодара, то есть у нас просто ставят перед фактом, открывается аптека там-то, 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 но открывают очень много, то есть буквально там за полгода открыли очень большое количество аптек, то есть из пяти в городе аптек выросла сетка сразу до 30-40 аптек, скажем так. Вполне вероятно, ну, действительно есть такое, что заводы должны отпускать по более низкой цене, соответственно, как-то же нужно выживать. Ну, то есть сотрудников они об этом как бы не, эту тему не посвящают? Нет. Так, и еще у меня был вопрос по камерам. Бывает ли такое, что вот они прям следят за действиями сотрудников и могут позвонить, например, сказать, ты вот стоишь там не так, что ты там вообще делаешь, там, ну, что-то такое есть? На постоянной основе нет. Ну, то есть это действительно должна какая-то, ну, скажем так, идти проверка или рейд определенного, да, плана службы безопасности, то есть, да, они включают аптеки по определенному алгоритму, там, по региону и смотрят, там, сегодня вот эту аптеку они просматривают, дальше вот эту аптеку они просматривают. Каждый день 24 на 7 нет такого. То есть ты работаешь спокойно и не переживаешь, что вот они даже с тобой, так сказать, наблюдают и могут тебе позвонить и там что-то вот такое, такого нет. Да, да. Нет, ну, конечно, там не прям, вот сказать, я знаю, что камеры, но камеры больше для вот решения спорных ситуаций, кто что-то не то отпустил или в плане вот там краш. Так, все, понятненько. Следующее, получается, про планы. План есть на день или он идет на месяц? Ну, вот планы выставляют на день или на месяц? План идет на аптеку, идет план на месяц, соответственно, потом вот этот общий план делится на количество сотрудников в зависимости от количества отработанных смен. Планы завышенные или реальные? Завышенные. Завышенные. Нет, планы завышенные, то есть если, например, там карты сошлись и аптека в этом месяце сделала план, значит, в следующем месяце поставить такой заоблачный план, что его сделать, просто нереально будет. А на что есть планы? План есть общий по выручке по товарообороту, есть план по СТМ отдельно, вот, получается, ну, собственно, вот два, получается, их плана, причем, скажем так, достаточно, не обязательно делать план всей аптекой, то есть если ты свою часть плана делаешь, тебе премия встает с своей зарплатой. То есть в одной аптеке могут работать два человека, там, и один из них будет получать 20 тысяч, а другой будет получать 50 тысяч за одинаковое количество отработанного времени. А план, вот, есть товары месяца, что-то такое, планы по Есть товар месяца, да, есть, значит, есть товар месяца, но за товар месяца премия встает только заведующим, соответственно, естественно, заведующие за это гоняют, ну, для нас это просто высокомаржинальный товар, то есть нам за них встает премия, но по упаковкам, ну, грубо говоря, там, 10 рублей упаковка, то есть сколько упаковок ты продашь, столько упаковок премии, ну, столько премии тебе и встало. Если ты выполняешь порог, там, надо 40 упаковок образно продать, ну, пересчитывается бонус там в сторону большего. И все, то есть на этом, как бы, сделал товар месяца, молодец. Заведующий за это получает, соответственно, надбавку к зарплате уже гораздо больше, чем первоостория. А если не сделают? Ругаются, но никаких штрафов, ничего такого нет, потому что, ну, так скажем, ну, поругают, говорят, ну, как же так, вот, вы там плохо работаете, но ничем не чреват, скажем так, ну, не получилось, не получилось. Планы по картам, я слышала, есть, что вот каждому человеку нужно говорить про, как аптечный клуб, что вот у нас клуб, скидки, и каждому нужно эту карту предлагать, она платная, я так понимаю, эта карта, на которой нужны деньги, чтобы человек, получается, клал. Ну, да, на самом деле есть эти карты, карты, действительно, ну, карты, скажем так, работают в двух режимах, есть бесплатный режим карты, это накопительная карта, только скидка по ней сразу не встает, накапливаются баллы, ну, по аналогии там с магнитом, с пятерочкой. И есть, действительно, вот эти платные карты, когда на карту кладутся деньги, на период времени идет скидка, максимально скидка идет на год, минимально на месяц сейчас вот сделали, раньше было на три месяца. Да, проговариваешь человеку, в любом случае, но сейчас сделали акцию с зимы, по-моему, прошлой, первый месяц скидочный предоставляется бесплатно новым клиентам, у кого не было вообще карточки никогда оформлено, соответственно, очень много людей соглашается, ну, потому что необязательно ее дальше продлять, то есть ты конкретно сейчас приходишь за прибыль. Ну да, мне кажется, что это выгодно, потому что если порядка 25%, даже 20% скидка, то действительно это получается хорошая скидка, выгодная получается карта. Да, это выгодная карта, но там очень сложный расчет, то есть иногда бывает тяжело донести до клиента, что вот сейчас он положит там на карточку, допустим, 300 рублей, в этом же чеке он уже с этой карточкой экономит там 600 рублей, когда, ну, клиент аптеки люди в возрасте, да, очень иногда тяжело бывает просто... План идет по количеству или по процентам? План на скидочные карты идет по штукам, по количеству, он общий, то есть, допустим, тебе нужно продать, ну, не тебе, опять же, а аптеки в целом, нужно продать, ну, образно говоря, пускай, для примера, 100 карт. Из этих 100 карт, неважно, продашь ты на 3 месяца скидку, на 6 месяцев скидку, на год скидку, это все будет учитываться вот в эти 100 штук. Неважно, кто из вас сколько продаст, как только аптека в целом делает этот план, каждому первостольнику встает премия в зависимости от того, какое количество он конкретно продал. То есть план по картам, он уже идет не на каждого сотрудника, а на всю аптеку. Ну, это не только по картам. Смотри, вот там такая система в апреле, скажем так, есть план, который по СТМ идет, вот по БАДам, да, БАДы и вот собственно торговая марка, он идет по сумме. То есть дается план на аптеку, образно говоря, там, ну, 500 тысяч, да, делится на 4 первостольников, каждому нужно сделать 125 тысяч. Чем ты будешь делать, какими упаковками конкретно, вообще не имеет значения. Но за каждую упаковку, да, есть свой бонус, бонус бывает минимальный и максимальный. Соответственно, как только ты достигаешь пороговой суммы 125 тысяч, все вот эти упаковки у тебя, премия с минимальной пересчитывается на максимальную. А есть такое понятие, как высокомаржинальные товары. Это препараты, как правило, то есть это не БАДы, это просто препараты, у которых заключен договор с фармакомпанией. Соответственно, там идет план на аптеку и он идет в упаковках. И также есть минимальный бонус и максимальный бонус. Ну, к примеру, допустим, Винарус возьмем, да, вот Винарус – высокомаржинальный препарат. Если ты продаешь одну упаковку Винаруса, там, тебе встает премия 10 рублей. Для того, чтобы… Максимальная премия там 25 рублей. Для того, чтобы премия стала 25 рублей, нужно продать там 50 упаковок. Эти 50 упаковок должна продать вся аптека, не обязательно конкретно один человек. То есть сегодня ты продала 3, завтра другой первостольник продал 3. И, соответственно, как только вы достигли вот этой пороговой цифры, каждому из вас пересчитывается бонус на максимальный по тому количеству упаковок, которые продал конкретно ты. А какая выгода продавать СТМ, что начисляется за продажу СТМа? Там, опять же, вот там есть минимальный бонус и максимальный бонус. То есть это прямо в рублях. То есть если ты продаешь, например, до… Там не то, чтобы выгода. То есть если ты хочешь, ты можешь торговать только высокомаржинальными товарами, и тебе будет вставать премия за них, не проблема. Но их продавать тяжелее, потому что по каждой позиции стоит количество упаковок, которые нужно продать. И иногда это количество очень завышено. Ну, примерно можешь назвать, вот какое количество было у вас в аптеке? Завышено это сколько? Ну, это прям совсем по каждой упаковке оно отличается. Но, образно говоря, вот, допустим, был у нас план там Быструмгель у нас в Матэмазе, да? Стоит план там продать четыре упаковки. Это большая проблема в работе, скажем так, из-за того, что каждый сотрудник работает фактически сам на себя. Поэтому очень большие конфликты. То есть между сотрудниками идёт соревнование? То есть каждый должен наработать себе зарплату и прям соревнуясь, плевать на всё, лишь бы заработать себе хорошую зарплату? Ну, это большая проблема на самом деле, потому что это действительно источник конфликтов внутри коллектива. Ну, как бы, да, бывает обидно. Одно дело, когда ты предлагаешь там, как бы, клиенту, тратишь своё, скажем, время, консультируешь и продаёшь, да? А другое дело, когда человек приходит просто по своей необходимости, например, вот он попал на другую кассу, взял там сразу три-четыре упаковки подгузников, да, соответственно, это же не работа первостольника, это просто ему повезло. Ну и, соответственно, вот это вот каждый раз, вот это поражает всё. Почему у тебя больше, а у меня меньше? То есть из-за этого, получается, всё равно в коллективе есть напряжённость такая, да? Конечно. Конечно, очень редко где договариваются друг с другом коллектив, но если ты будешь договариваться, сразу можно рассчитывать на то, что план ты не сделаешь. Так, следующий вопрос. За что штрафуют? Вообще есть за что-то штрафы? Нет. Нет. Не могу сказать. То есть это должен быть прям такой косяк, ну я не знаю, то есть манипуляции с картами лояльности какие-то, когда там левые скидки какие-то вбиваешь, да, там что-то такое делаешь, и вот служба безопасности там посмотрела, но, как правило, это либо увольняется коллектив, ну принудительно, то есть просто заставляют. Были такие случаи. Прям вот чтобы штрафовали, нет, такого нет. То есть нет такого, аптеку открыла на 5 минут позже, одела только, получается, верхнюю часть от костюма, например, куртку, штаны не одела, за это не штрафуют? Нет, у нас вообще выдают только халаты, присылают, то есть ты можешь одевать всё, что угодно под низ, на это как бы никто не обращает внимания, по поводу, ну внешний вид, просто как бы, ну да, аккуратно, естественно, там, чтобы в трезвом виде, я не знаю, ну такого плана. Если там, да, аптеку там на 5 минут позже закрою, как правило, это спрашивают заведующие, заведующая может написать объяснительную, если она знает причину действительно, что такое происходило, но штраф нет, это нет. И вот по поводу объяснительных, часто ли за что-то и за что просят писать объяснительные? Как правило, объяснительные – это больше технический момент, то есть, допустим, забыли подтвердить инкассацию, на следующий день там заведующий приходит, пишет объяснительную, что мы забыли создать расходник, там, создайте нам, пожалуйста, там, по причине, не то, чтобы даже забыли, а там, может, отключили свет в аптеке в это время, то есть не могли технически сделать, вот. Именно такие объяснительные, что вот что-то не так, и мы виноваты, это очень редкий случай. Ну вот, например, не выполнила ты план, ты пишешь объяснительную? Нет. Нет. Нет, я просто получаю меньше зарплаты, это моя проблема, скажем так, то есть… Часто ли увольняются сотрудники? Вообще есть текучка в апреле? Да, есть, но тяжело очень, потому что выдержать такой ритм работы, и вот морально очень тяжело работать, то есть ты приходишь на работу прямо вот как на каторгу. Почему? Потому что очень тяжело сойти. Ну, во-первых, очень тяжело… Во-первых, каждый месяц, получается, ты начинаешь с нуля, ты начинаешь заново. Причем в этот месяц, например, могут измениться мотивационные товары, меняются все акции, это очень большая нагрузка, то есть ты только вот привыкла, запомнил, скажем так, следующий месяц начинается, у тебя опять все с нуля. Мотивация с нуля, все акции с нуля, соответственно, зарплата твоя опять же идет с нуля, то есть… И очень тяжело, как бы, когда, ну, в коллективе, скажем так, не то чтобы разлад, но вот в большинстве аптек, как бы, вот эта работа сам на себя, то есть, соответственно, даже вот по поводу обеда ты меня спрашивала, ты можешь вообще хоть, знаешь, не приходить на работу, как говорится, ну, так, утреировано, конечно, но, пожалуйста, хочешь, иди ешь целый час. Ну, а за этот час у, там, твоего напарника, скажем так, могут полаптеки СТМ скупить, тебе это вообще невыгодно, то есть ты себе, как бы, не оставляешь шанса, да, там, получить хорошую зарплату. И если по каким-то причинам, там, есть независящие обстоятельства, там, отключили свет, не было интернета, что-то не работало, там, поломался касса, план никто не уменьшает. То есть один день можно вот так потерять, и за месяц ты остаёшься без зарплаты, в принципе. То есть в основном вот это вот давление из-за того, что ты постоянно чувствуешь себя в этой конкуренции, в этой гонке, что тебе нужно вот делать, делать, делать. Да-да-да, и ты считаешь, то есть каждый день тебе нужно вот этого продать там на 20 тысяч, вот этого продать на столько-то, и этого продать там столько-то упаковок. И неспокойно работаешь, отпускаешь человеку, я не говорю, ничего, да, заменяешь, да, там, консультируешь. Но именно вот прям вот уговаривал, уговаривал, а он не взял. И вот реально прям он делает, ну всё, ты расстраиваешься, можно сказать. Но это психологически очень тяжело. Ну то есть получается, увольняются часто, текучка есть, кадров не хватает. Увольняются, и плюсом ко всему очень тяжело приходят, скажем так, на работу, потому что открытая выкладка, видят, какой поток идёт клиентов по аптекам, то есть человек, да, всё, я приду, я поработаю, приходит в аптеку, смотрит просто со стороны, как работа в аптеке идёт, разворачивается, говорит, нет, это не для меня, мне будет тяжело, я не справляюсь, и всё. А есть какие-то бонусы за возврат сотрудника? Вот если сотрудник уволился, и потом, например, ему с офиса звонят, говорят, вот, вернитесь к нам, мы будем рады, предлагают они какую-то сумму за возврат? Нет, не предлагают, я даже больше скажу, вот как бы до того, как человек на работу устраивает, только вот устраивается, с ним прям вот разговаривают, всё прекрасно, всё хорошо. С уже работающими сотрудниками намного идёт хуже отношения, то есть только требуют, 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 как бы, только кнут, нет пряника. То есть отношения, получается, вот, руководство к сотрудникам именно такое? Да. Кнут и никаких похвалы, ничего такого не ждите? Нет, если у тебя адекватная заведующая, то, конечно, она там будет тебя хвалить, там, скажем, в пределах своей компетенции. Кто-то выше, там, с офиса или, там, супервайзеры? Нет, как правило, нет. То есть они могут, там, сказать заведующий, там, ну, да, молодцы у тебя девчонки, там, ну, вот, чуть-чуть там не дотянули или что-то. Но 99% случаев это именно придирки, именно попытки найти что-то, за что можно зацепиться и, наоборот, поругать, скажем так. Угу. Так, следующий вопрос у нас. Сроковые препараты списывают или фармацевты выкупают их за свой счёт? Раньше списывали, ну, как бы, на усмотрение офиса практически всё списывали. Сейчас вот вышел приказ, что СТМ не списывается, он выкупается за счёт... Ну, он не то чтобы выкупается прям вот сразу, то есть он в ревизию просто встаёт, как недостача, то есть за него будут платить первостольники, ну, коллектив, скажем так. Рецептурные препараты списываются. И СТМ он... Митридерм, это няня, списывается, вот это всё. СТМ, он списывается за полную стоимость? Ой, выкупается сотрудниками за полную стоимость или его уценяют? За полную стоимость. Ну, сейчас идёт такая, как сказать, программу они сделали такую, что за какой-то период, ну, если честно, плохо помню по месяцам, там, два или три месяца до конца срока годности делают акции на эти препараты, там, допустим, 50% скидка идёт на них, и вот тебе дают этот ограниченный промежуток до конца срока годности реализовать. Если ты не успеваешь за это время реализовать, они уже всё, уже потом ты их по полной стоимости будешь в ревизию оплачивать. Поэтому бывает легче пробить со скидкой, соответственно, за свой счёт, ну, и там, утилизировать просто, чем вот их откладывать. И по поводу краж. Аптека, как мы знаем, с открытой выкладкой, когда происходит кража? Вот косметика, не знаю, там, препараты, кто за это платит? Первый стол, как правило, очень тяжело доказать, а даже если ты и доказываешь, очень, процедура, скажем так, не налажена вообще, списание по этому поводу, и, как правило, легче выкупить. Ну, то есть перекрыть просто, это недостаточно сложиться там коллективом и закрыть. То есть если даже видно по камерам, что украли, всё равно ты не можешь предоставить этот фрагмент с камер, показать, что вот, смотрите, это кража, что вот с этим делать. То есть такого нельзя сделать. Оно как-то зависает на этом этапе. То есть ты предоставляешь этот фрагмент, отправляешь его супервайзеру, супервайзер отправляет его в офис, и всё. Ну, то есть на этом всё заканчивается. Потом там начинаешь спрашивать, какой ответ. Сначала тянут-тянут-тянут время, потом говорят, нет, там нам не разрешили списать. То есть всё, не разрешили, значит, ты выкупаешь за свой счёт никого. То есть все люди видели, что это кража. Ну, соответственно, те, кто смотрел. Но, тем не менее, вот, нет. Воруют много вот суммы, на которые вы скидываетесь, выкупаете? Какие? Можешь пример привести? Ну, воруют. Ну, ты знаешь как? То есть мы всё-таки скидываемся по мере нахождения, скажем так, к тому, что нету, не хватает. Я не могу сказать, что это прям какие-то очень большие суммы, потому что всё-таки дорогостой по типу тонометров, ингаляторов, дорогих витаминов. Он стоит за стеклом. То есть, ну, нет такого, чтобы там вот как бы воровали, да? А если там воруют по мелочи, то есть там ромашку в пакетиках, витамин какие-то в пределах 200 рублей, то есть это недорого, немного. Ну, то есть, получается, выкладка, она не вся открытая, всё равно дорогостоя, не прикрывают. Ну, вот прикрывают, там 4, получается, 6, где-то в зависимости от аптек витрин стоит. Вот медтехника вся закрыта идёт. Салгаровские витамины дорогие тоже, все идут за стеклом. И там вот такая дорогая косметика, это всё закрыто идёт. Остальное просто, допустим, подгузники, да, они открытые лежат, но это редкий раз, когда кто-то решится такую огромную там пачку подгузников, да, там утащить. То есть это тоже надо суметь сделать. Поэтому, как правило, нет прям вот такого, что прям поголовно воруют, такого нету. И охраны, получается, нет? Нет. Так, следующее. Есть ли такое, что заставляют выкупать товары месяца, чтобы вот вы видят, что вы не выполняете план, звонят и говорят, не выполняете, давайте выкупайте. Ну, нет, такого нет. Это не то, чтобы заставляют выкупать. То есть это скорее наша инициатива. Ну, во-первых, как бы, если у тебя в коллективе хорошее отношение заведующей, да, и действительно тебе хочется как бы ей помочь, у неё тоже хорошее премиум к зарплате встаёт. А тебе там последний день месяца, тебе осталось там одну-две упаковки продать, да, возможно, что ты их выкупишь, соответственно, либо она их себе заберёт, либо там уже как-то дальше будет думать, что с ними делать потом, чтобы премия ей пересчиталась. Обязавки по этому поводу нет. Если какие-то большие прям позиции остаются, тоже никто тебя не заставит их выкупать. Офис вообще не заставляет выкупать, скажем так. То есть это внутри коллектива всё происходит. Есть ли какой-то чат с руководством, есть ли такое, что ты вот работаешь на смене и целый день звонки, вот контроль, то есть отчитываться там утром, вечером, в обед за что-то нужно, вот есть вот такое или нет? У нас есть чат только заведующий, но опять же это наша инициатива, то есть мы сами его создали. Получается, у аптеки есть свой обучающий портал, и там выкладывают информацию какую-то актуальную, как бы выкладку какую-то сделать, но большинство этой информации выкладывают для заведующих. Получается, просто заведующая делает скриншоты из того, что она на несколько аптек работает, с этой вот информацией в чат нам присылает, там образец, скажем так, какую нам выкладку сделать, что нам сделать. Отчитываемся, в принципе, только за товар дня, но опять же, это в произвольной форме, это не обязаловка, ну забыли, не написали, ну не написали, завтра напишем. То есть как бы прям вот такого, чтобы тебя долбили, ну опять же, по аналогии как с Витой, в Вите, да, действительно, у нас такого вообще нет. То есть чат, он есть, но только заведующий, там нет никого вышестоящего. Ну мы сами просто захотели, да, как бы вот на несколько аптек, то есть мы можем там спросить какой-то препарат, переместить с одной аптеки на другую, да, пришел к тебе клиент, ты можешь попросить девчонки, есть, есть, отпишите, либо клиента послать в эти аптеки, то есть это не для того, чтобы контролировать какие-то наши планы продаж. Наш план продаж видно в компьютере, заведующий может из любого, из любой точки, скажем так, из любой аптеки посмотреть все, что происходит в других аптеках в плане вот именно выполнения там СТМ, СТМ, какие у нас цифры, какие суммы, она просто может позвонить там и сказать, девчонки, у вас там маленький там, посмотрите. Ну то есть получается смена, она спокойно проходит, нет такого, что ты постоянно чувствуешь, что вот сейчас позвонят, сейчас напишут, такого нет? Да, нет, нет, такого нет. Так, что у нас здесь следующее? Вот такой очень интересный вопрос. Есть такое мнение, что аптеки «Апрель» это уже такой некий магазин, что вот там все есть в ассортименте аптечном, и расчески, и батарейки, и картошка, и газированные напитки. Это правда? Так и есть на самом деле? Правда. Да, так и есть на самом деле. И это вообще никак не зависит, к сожалению, от работников аптеки, просто присылается разнарядкой со склада. Вот недавно, допустим, нас загрузили канцелярскими товарами. Просто целую вот витрину, можно сказать, пришлось вот выделить, вот какие-то карандаши, ручки, ну вообще абсолютно не аптечный ассортимент, естественно, никто это не заказывает. Это приходит само, но я вообще считаю, что это специфика именно того, что склад находится на юге, и вот, видимо, там залеживается и просто рандомно рассылает по всем аптекам. Хорошо, что Аквашуза не присылают нам на самом деле, потому что понятно, что это идет... В Краснодаре в аптеках намного больше, кстати, всякой вот этой истории, которая не имеет отношения к аптечному ассортименту у нас по-божески, то есть это прям реально разовая акция может быть. Какие-то там плакаты с днем рождения, свечки для дня рождения могут прислать, вот такого плана, альбом там для рисования. А продукты, есть какие-то, вот картошка, это действительно... Нет, 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 ну у нас, по крайней мере, вот не на юге, скажем так, у нас вообще такого нет. Как правило, это ассортимент таких курортных городов, сезонных аптек, вот которые открываются на побережье. У них там всякое вот это вот идет дело, там мороженое, еще там что-то такое, чтобы заодно купили. Никаких продуктов питания у нас нету, никогда не было вообще ничего подобного. Единственное, там, ну напитки могут прислать, там типа липтон-чай, пепси могут прислать, вот такой вот. А есть план по вот этим позициям? То есть есть такое, что вы должны это продавать? Или, ну есть, ну и есть, купят, купят, не купят, ну и хорошо. Ну да, если у всего этого есть срок годности, опять же, то есть... То есть, опять же, если у этих продуктов, вот, например, чай липтон, у него выходит срок годности, за это платите вы? Да. Все понятненько. Так, следующее. Есть ли стандарты обслуживания и тайные покупатели? Стандарты обслуживания есть, они очень четко прописаны, и за них прям спрашивают. Но в каком плане спрашивают? То есть, когда, например, приезжают супервайзеры в любую аптеку, они могут по своим делам приехать, но могут послушать, как ты разговариваешь с клиентом, и могут там тебе пару замечаний сделать. Но опять же, только на словах, то есть, могут сказать, девочки, вот так и так вот, причем прям четко прописаны, то есть, допустим, нельзя говорить слово скидка по карте, нужно говорить выгода по карте, то есть, прямо до такой степени, то есть, вот одно слово, оно должно звучать. Вот. Такого, чтобы специально какие-то тагентальные покупатели, нет, такого нет. это, ну, просто могут быть какие-то, скажем так, если едет офис, например, с проверкой в какую-то определенную там аптеку, они могут сначала какого-то своего человека заслать, посмотреть, он им выйдет там, расскажет, и потом они уже зайдут все вместе, будем так говорить. То есть, вот только на таком уровне. Специально нанятые люди, нет, нет такого. Ну, если, получается, ты вдруг что-то не сказала, то за это нет штрафа, они просто словесно могут сделать замечание. Ну, конечно, это зависит, смотря там, до какой степени, естественно, да, если ты адекватно там общаешься, просто там пару фраз ты, допустим, не сказал, то есть, очень много всего надо предложить, на самом деле, то, что входит в стандарт обслуживания, то есть, ты должна проговорить про товар дня, должна проговорить про акции, должна проговорить про периоды, должна проговорить, сейчас новая фишка, значит, что можно оплатить по QR-коду, а не по банковскому терминалу. И, на самом деле, да, бывает такое, что просто половину из этого ты не говоришь, но в силу своей адекватности, потому что ты видишь, что там человек явно ни про какой QR-код слышать не будет, не хочет, там, бабулечка какая-нибудь стоит, там, древняя, вот, ну, могут, да, за это просто сказать, что вот, вы должны были сказать вот это, вот это, вот это, но штрафовать за это не будут, нет, если, естественно, там зашел человек, у тебя там, ну, сотрудник ведет себя неадекватно, тогда уже, да, я думаю, меры какие-то будут приняты, а так вот что-то, но не сказала, не сказала, скажет, а есть онлайн заказы, то есть, как-то через онлайн можно заказать? Да, есть свой сайт, у сети можно заказать через онлайн, на сайте можно и карту эту продлить, периоды купить, и онлайн оплатить заказ, прийти в аптеку, просто его забрать, также есть заказы из аптеки.ру, есть заказы из здравсити, то есть, это практикуется, да. Нужно говорить об этом человеку, что у нас есть сайт, сайт можно заказать онлайн, это проговаривается, или не обязательно? Ну, обязаловки, обязаловки нет вообще в этом, просто, когда ты оформляешь карту, некоторые сами спрашивают, ну, иногда мы сами говорим, что, как бы, они спрашивают, карточку обязательно там с собой носить? Мы говорим, у нас есть приложение, вы входите туда по номеру телефона, ваша карта привязывается, там тоже можно там оформить заказ, ну, то есть, это просто процедура, как бы, захотел сказал, захотел не сказал, скажем так. А вот за электронные заказы, либо за аптеку РУ, за здравсити, вы получаете к зарплате себе, вот, получается, за эти заказы, или они, вот, просто вы их пробиваете, и ничего не получаете? Они входят нам только в план, по товарообороту, то есть, в наш план они встают, да, ну, как бы, соответственно, они прибавляют просто нам сумму выполнения плана. Если это заказы с нашего сайта, с апреля, получается, если там есть какой-то препарат, который нам выгодно продать, там, СТМ, ВМОТ, бонус нам за него встает. Если это заказ стороннего сайта, то только вот по общей сумме встает, эта общая сумма к плану прибавляется, и все. А какая сумма? Ну, просто заказ, как бы, там, ну, нужно тебе сделать, там, план у тебя на месте стоит 200 тысяч. А, кстати, да, забыл сказать. По выполнению плана, получается, премия встает за 7, 10% от выполнения, 85%, 100% и 110%. Это конкретно, да? Да, да, встает разная премия, 2 тысячи, 3 тысячи, 5 тысячи, 7 тысяч в рублях, соответственно. То есть, необязательно делать на 100% план, даже если ты сделаешь план на 85%, по сумме, там, 200 тысяч, допустим, у тебя план, а ты сделаешь, там, только на 85%, все равно ты с голым окладом не останешься, тебе все равно премия встанет, пускай не такая большая. Вот. И вот эта сумма заказа, там, заказал тебе человек на 3 тысячи, эти 3 тысячи, они тебе в выручку встают, вот, к этому плану. А сколько голый оклад? 13 тысяч грязными. То есть, зарплата, получается, есть белая и черная, она не вся белая? Нет, зарплата вся белая. Вся зарплата белая, просто она состоит из оклада, из премиальной части. То есть, 13 тысяч, получается, оклад, все остальное, ты нарабатываешь сама планом, СТМом, маржой, вот этим вот всем. Да. И вот среднее, получается, количество часов, которое ты отрабатывала, и средняя зарплата, которую ты получала, можешь рассказать? Ну, смотри, просто у меня, допустим, все хорошо в плане продаж, поэтому у меня хорошая, достаточная зарплата идет без переработок, если я работаю 2 на 2 месяц, без переработок я могу получить там в районе 40 тысяч, 40, 45 даже могу получить чистыми, просто уже даже на руки, скажем так, вот, но, допустим, со мной рядом стоит фармацевт, который не такая опытная, у которой получается похуже, да, она может получить за тот же самый график, за тот же самый месяц 20 тысяч зарплату. то есть такое возможно, что вот ты получишь 20 тысяч, это... да, да, такое возможно. вообще это часто бывает, или, ну вот, хоба, и месяц ты не можешь, и 20 тысяч, а в следующий месяц раз, и она 40 получает, или вот, вот расскажи про эту девочку, которая рядом с тобой, например, стоит, у нее всегда такая зарплата, или она просто, ну раз просела один месяц, или как? Нет, просто как, это, понимаешь, такой своего рода паразитизм получается, то есть более сильный сотрудник в любом случае съест более слабого в этом отношении, потому что нет возможности, то есть либо я получу, либо она получит, нет возможности получить вместе эти деньги, ну то есть чтобы было как-то поровну, вот, то есть план будет делать из нас кто-то один, потому что план дается очень большой, и сделать его всем коллективом просто нереально. Некоторые договариваются, как бы, узнают, что аптеки договариваются, делают просто на кого-то одного человека, если ему как бы чуть-чуть не хватает, чтобы ему встала премия, потом эту премию делят. Вот. Просто между, ну как говорится, лучше там 5 тысяч премии встанет, да, лучше получить 2,5, чем не получить вообще ничего и никому, будем так говорить. Ну то есть смысл вот такой. А как оплачивается отпуск? Отпуск оплачивается по средней, и туда входит вся зарплата, не только ставка. То есть вот получалось каждый месяц по 40 тысяч, так и будет тебе отпуск оплачиваться. Получается, за две недели где-то около 20 тысяч рублей. Ну да, да, да. Правильно я понимаю, что в коллективе получается отношения как бы не, ну, не дружеские, то есть вот получается, что во всем, во всей аптечной сети Апрель, вот коллективы, они, ну вот такая обстановка, да, складывается? Ну получается, просто либо ты, ну, как бы понимаешь, что вот на 100% план делать не будешь, и ничего ты делать не будешь, просто если в коллективе кто-то один будет перетягивать одеяло на себя, соответственно, тебе придется заниматься тем же самым. То есть либо ты всей аптекой реально прям договариваешься, и вы делаете, вы не делаете план, но вы делаете одинаковую зарплату себе, будем так говорить, чтобы у вас не было, да, как бы по этому поводу конфликтов. То есть ты продала там на 10 тысяч в день, значит, следующий там я продаю на 10 тысяч в день, то есть ты мне там, к тебе человек подходит, а ты уже сделала там этот, ну, не сделала план, а просто до этой суммы дошла, значит, ты отдаешь мне этому человеку, чтобы у меня была тоже такая же сумма. Тогда мы с тобой не будем ругаться, будем так говорить. Если хотя бы один человек в коллективе будет перетягивать одеяло на себя, и там скажет, я с вами вообще договариваться не хочу, я торгую, как торгую, да, подошел ко мне человек, и я ему отпущу сама, не буду я ничего делать. Соответственно, у всех остальных в коллективе пропадает вообще какой-либо смысл договариваться, и все опять начинают перетягивать вот так одеяло на себя, вот. Так. Понятненько здесь все. Следующий вопрос. Бывало ли такое, что приходилось по распоряжению руководства раздавать листовки на улице? Бывало такое, но опять же, это не... Во-первых, это оплачивается, будем так говорить, недорого, тысячи листовок, тысячи рублей выходит, оплачивается, вот. Но опять же, это твоя инициатива, то есть просто приходят листовки, и заведующая должна там нанять работников для того, чтобы их раздавать, ну, там, рекламному агенту или кого-то там прочего. Если ты хочешь, ты можешь свой выходной выйти, продавать и забрать эту тысячу себе, скажем так. Не хочешь, не раздавай. Но если никто не соглашается, то заведующий удается найти человека, который это сделает? Да, конечно, это просто там подростки, люди какие-то со стороны, они приходят и так же раздают просто за денежку и всё. Никто не будет тебя заставлять, просто она может предложить, что девочки, вот пришли листовки, если кто-то хочет, вы можете там раздать. Допустим, кого детки маленькие могут по почтовым ящикам побегать, там пораскладывать, то же самое, там забираешь просто эту денежку и всё потом. Так, ещё такой момент. Мне, получается, писала девочка в комментариях, что в апреле повесили объявление «Имплозия враг, врагов нужно уничтожать». Было ли у вас такое? Нет, это, наверное, скорее всего, какой-то конкретный случай, то есть, видимо, какой-то идёт конфликт между конкретными двумя там аптеками или там в каком-то определённом районе, регионе, городе. Нет, у нас тоже находится рядом имплозия, ничего подобного нет, там прекрасный коллектив, мы как бы, ну не то чтобы дружим, но, скажем так, узнаем друг друга, так поверх, ну не знаю, незнакомый, ну просто там мы к ним спокойно заходим, они к нам спокойно заходят, если, допустим, ну у нас идёт распоряжение, там мониторинг чеков, заведующий идёт, у них берёт, если у них, то мы им тоже так же спокойно даём, нет, ничего такого нету. так, так вот, пропустила вопрос, оплачивается ли стажировка и сколько месяцев длится испытательный срок? Ну, смотри, как бы стандартный испытательный срок, я бы даже не сказала, что это испытательный срок, в таком общем понимании, получается, значит, когда я устраивалась на работу, вообще ничего подобного не было, у меня вообще произошло так, что мне сказали стандартно, ты походишь две недели, просто посмотришь, в любое время, хоть на час, хоть на два, хоть на полдня, как тебе удобно, и это не оплачивается, то есть ты вообще не трудоустроена в это время, ты просто ходишь по своему как бы желанию, чтобы тебе потом сразу не выйти на смену, там в Белой Вороной не быть, скажем так, как программа работает, смотришь, вот это всё, но у меня получилось так, что я пришла на один день и по обстоятельствам просто второго дня меня уже вывели в смену, стоять не было, потому что кому, вот так вышло, а так, и получается сразу была вот эта оплата с ставкой, с мотивацией, с прочим-прочим, сейчас как бы такая политика компании, что все, кто приходит на работу, у них три месяца идёт фиксированная оплата труда, они получают там в зависимости от региона там 30 тысяч, 38 тысяч, знаю, что где-то есть, то есть они работают точно так же, как и другие сотрудники, но в конце месяца всё, что они наторговали, все вот эти СТМ, не СТМ, это всё как бы обнуляется и у них встаёт фиксированная оплата сразу, вот, это в течение трёх месяцев и сейчас сделали в программе вот на сайте этому обучающим они действительно, да, проходят тесты, сдают по всем стандартам обслуживания, по продукции, там СТМ, ну, как бы, такой там хороший обучающий материал, как бы ничего не могу сказать, полезно. Получается, по истечению испытательного срока есть какой-то тест, который нужно сдать на обучающей платформе. Ну, это просто, тебя никто не увольит, если ты не сдашь, просто как бы за этим следят и говорят, вот у вас сотрудник там, это называется адаптация, то есть у вас сотрудник вот там не проходит тесты по адаптации, пожалуйста, скажите, чтобы он проходил, то есть вот так вот. Там просто, там сначала идёт лекция, это не то, что вот он там должен чуть ли не наизусть учить, нет, там идёт там лекция, видеопрезентация, например, там какой-то продукции конкретной, там винотоники, допустим, СТМ, и, соответственно, потом просто как закрепление знаний вот этот тест там идёт. А вообще сотрудники проходят вообще какое-то обучение на портале, вот там раз в неделю, раз в месяц? Проходят, но опять же, ну, честно могу сказать, что никому по голове не дают, если ты не проходишь. То есть единственное, нужно смотреть, там есть раздел в этом же смысле обучения на портале, там есть такие обучалки и там инфо, то есть это именно актуальная информация о какой-то нововведении, значит. Вот это вот желательно проходить, но это не то, чтобы даже там иногда, да, заведующим прям говорят, проследите, чтобы ваши сотрудники прошли вот это, вот это, вот это. Но это на самом деле на пользу, потому что там какой-то акции новой добавили, или изменилось там в программе что-то, да, тебе просто для работы это нужно. А там от какой-то фармкомпании обучение, ну не проходишь ты и не проходишь, ну как бы. Тестирования никакого нет, за которые ты можешь получить штраф, правильно? Ну там есть какие-то еженедельные тесты, но опять же, никто за этим в трог не следит. Просто они там, допустим, открыто, тот тест там до там, грубо говоря, 20 октября, вот наступил 21 октября, он к тебе просто недоступен, больше тебе написано, не пройден, ты его ни открыть больше не можешь, ни пройти ты его никак не можешь, ну и соответственно, ничего ты за это не получаешь, ни плюс, ни минус, прошло все. Хорошо. Просто есть, допустим, иногда конкурсы для сотрудников по продажам каких-то определенных позиций, по продажам какой-то определенной продукции, соответственно, и там разыгрываются призы, там холодильник, микроволновка разыгрывается, ну какие вот такие вот планы, кофеварка какая-нибудь, я не знаю, там в каждом регионе, соответственно, есть рейтинг, и вот когда был один раз у нас конкурс на продажу как раз продукции СТМ, там по сумме надо было как бы выполнить план, ну и соответственно, кто больше перевыполнит, там занимали вот эти места призовые, так, были вот эти тесты на знание СТМ, они как бы там как-то, ну отражались, прибавлялись что ли там к рейтингу, я так, ну приблизительно, но опять же, как бы хочешь участвуй, не хочешь вообще не участвуй в твоих. А такое вообще часто проходит, вот эти вот конкурсы, это как некая же мотивация для сотрудников? Ну да, 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 прям хорошо так проходит периодически, можно сказать, один заканчивается, другой начинается. Ну а ты вот, как твое отношение к этим конкурсам, тебе нравится, что вот они есть? Ну есть, но как бы ничему не обязывать, скажем так, то есть есть конкурсы, которых ты действительно можешь поучаствовать в том отношении, что это реально, допустим, есть, например, вот был конкурс там на продаж фрукты няни, понятно, что там есть, мы просто смотрим там рейтинг, да, и там позиции чуть ли не задние, там они продают там по тысяче, по две тысячи этих пюрешек детских, но понятно, что эта аптека расположена где-то на территории, там, либо детской больницы, либо роддом, понятно, там нет смысла пытаться, скажем так, то есть, ну нет и нет, и ладно, никто не, это все как бы автоматически происходит, то есть участвуют все сотрудники по умолчанию, то есть получится у тебя, ты выиграешь, не получится, ну там, будешь ты на сотом месте в рейтинге, ну и пожалуйста, как говорится, нет и нет. По поводу инвентаризации, как проходит инвентаризация днем или ночью, и оплачивается ли она? Инвентаризация проходит днем, оплачивается, ну получается, те сотрудники, кто на смене в этот момент, им не оплачивается, у них просто вот идет рабочий день, скажем так, те сотрудники, кто приходят в свой выходной, им оплачивается 6 часов. Аптека в этот момент закрыта, или она работает? Ну вот получается последний, ну знаешь как, получается не то, чтобы не целый день, то есть это приезжает как бы супервайзер, ну вот это вот все, и пока там, допустим, они документы готовят, то есть не обязательно ты пришел прям с утра и аптеку не открываешь, аптека может быть открыта полдня до того момента, когда уже все вот пошли считать, скажем так, пока они документы. Вообще отправляют ли на инвентаризацию в другие аптеки, и вот это оплачивается или нет? Не отправляют, соответственно, и не оплачивается, нет. Так, ну что, у нас здесь уже последние вопросы. Какие плюсы за время работы в аптечной сети апрель ты для себя выявила? Ну смотри, получается все-таки, ну это практически, во-первых, если ты хочешь заработать, ты действительно заработаешь, да, как бы несмотря ни на что, то есть если, ну раньше был план по СТМ на целую аптеку, то есть всем коллективам нужно было делать план, если ты действительно хорошо работаешь, то есть возможность заработать есть в любом случае, там, подработками или чем-то еще, не хочешь продавать, то есть у тебя открыт выбор, если ты не хочешь продавать СТМ, пожалуйста, продавай в МТ, тебе тоже будет вставать там премия, да, какая-то, если ты, ну не можешь ты там человеку БАДы предложить, не нравится тебе, пожалуйста, как бы торгуй тем, чем тебе нравится, хочешь ты и хочешь, никто тебя не будет заставлять конкретно, вот, да, говорят там плохие показатели или еще какие-то показатели, не вопрос, ну мне очень повезло, опять же, заведующую, очень хорошее, очень лояльное руководство в этом плане, то есть, ну можно было, как бы, понадеяться на человека и там, если куда-то тебе надо, тебя отпустят, не вопрос, то есть как бы в этом плане все хорошо, ну и опять же, как бы с коллективом тоже более-менее, я считаю, что мне повезло, вот, на крайней мере, до такого большого там конфликта у нас вообще никогда не доходил, все равно там, как бы все друг друга поддерживают, все там могут выйти за тебя, там подмениться. Так вот, больничные оплачиваются как положено, просто мне писали девчата, что было такое, что не отпускали на больничные, вот, бывало ли у вас такое, либо у тебя, либо у кого-то в коллективе? Нет, больничные оплачиваются как положено, ну, как бы, единственное, допустим, если какая-то неудобная ситуация, в плане там техническом могут, скажем так, просто перекрыть тебя, то есть, ты не выходишь на работу, а за тебя какой-то другой человек, там, заведующая стоит, работает, или, ну, это, как бы, такая вот прям, порядки исключения, скажем так, ну, не знаю, чему, может, конец месяца, там, что-то такого, плана нельзя, там, по каким-то причинам, да, тебя могут просто попросить, как бы, открыть больничный, там, не день в день, там, два дня не выходи, пожалуйста, полечись, мы за тебя там отработаем, просто вот, скажем так, в плане просьбы, но вообще это скорее прям исключение большое, а так нет, все нормально, уходишь на больничный, все. Так, и последний вопрос у нас, посоветуешь ли ты кому-то работать в апреле? Ну, скажем так, если человек не боится трудностей, не боится то, что действительно так, кстати, в апреле очень хорошие БАДы по качеству, ничего не могу сказать, ну, есть, конечно, там, плюсы и минусы свои, но в целом отзывы хорошие от людей, то есть, нет такого, что вот ты мне там втюхала не то, там, мне вообще не помогает, все-таки видно, что работают и пробиотики, и пребиотики, то есть, в этом плане можно быть спокойным, это тоже большое дело, да, что не туфту какую-то там они делают, вот, пускай там может быть и похуже качество, чем именно у препаратов, но тем не менее, хотя бы есть отклик от клиентов, что это реально работает, вот, то это уже спокойно стоит, поэтому да, почему нет, если, но, если не боишься работы, то есть, там надо прям работать, то есть, прям надо фигур тут, фигур там, все успеть, чем больше ты обслужишь людей, тем, чем как бы больше ты сделаешь дел, тем будет у тебя больше зарплаты, как бы, если вот, есть как бы желание, скажем так, то вполне советую, сидеть на попе, зарабатывать там не получится.